30 октября исполнилось бы 76 лет со дня рождения выдающейся советской гимнастки Полины Астаховой. Полина начала заниматься гимнастикой с 13 лет. В 18 она впервые приняла участие в чемпионате СССР, а в 20 лет вышла на мировой уровень. В 1956 году она стала самой юной участницей советской сборной на Олимпиаде в Мельбурне и тогда же завоевала свое первое олимпийское золото. Полина Григорьевна получила пять золотых олимпийских медалей в различных спортивных категориях, многократно занимала первые места на чемпионатах Европы и мира по спортивной гимнастике. И несмотря на то, что спортсменки уже нет с нами, память о ее победах жива. В прошлом году на здании дворца спорта «Шахтер», где тренировалась победительница, была открыта мемориальная доска в ее честь. Легендарная украинская гимнастка много внимания уделяла развитию детского спорта, поэтому неудивительно, что турнир в Донецке посвящается именно ей. Вот уже 16 лет на турнир Полины Астаховой по спортивной гимнастике приезжают юные спортсменки стран СНГ. В этом году расширилась география турнира. Широко представлена Украина, Россия, приехали команды из Литвы и Молдовы. У нас сейчас богаче начали эти соревнования, потому что много приехало зарубежных стран. Раньше у нас было много наших, то есть украинских команд, сейчас больше приезжих, то есть расширились мы, ну и чуть меньше были представители Украины. Выступали на этих соревнованиях сборницы молодежной России, которые уже числятся в сборной молодежи и участвуют в сборах сборной России, а также сборницы Украины, которые приехали с Олимпийской базы, чтобы выступить на этих соревнованиях. Мы считаем, что всегда наши соревнования чем и примечательны, мы приглашаем много приезжих гостей к себе для того, чтобы не вариться в собственном соку, а чтобы дети видели такого маленького возраста, какие есть у них соперницы в других странах. Поэтому мы традиционно приглашаем и россиян, и Белоруссию, и Молдову, близлежащие нашей республике, Прибалтике. Турнир в Донецке интересен в первую очередь тем, что в нем могут принимать участие совсем еще юные спортсменки. Таких соревнований в мире проводится не так уж много. Совсем юных гимнасток привезли тренеры из России. Для них тоже важно начинать участвовать в соревнованиях как можно раньше. Нам понравилось здесь очень. Эти дети первый раз на Украине. Конечно, все супер. Проживание, зал более или менее, в котором можно работать. Выступлением своих детей, ну, как сказать, половина-половина, половина-довольна, половина нет. Что-то недоработано, что-то предстоит еще работать. Поэтому, в принципе, для них это первые такие большие соревнования, куда они выезжают. Сейчас заниматься гимнастикой дети начинают еще в совсем юном возрасте. Тренеры говорят о том, что начинать тренировки можно уже в три года. И это поможет добиться в будущем результатов. Соревнования, в принципе, прошли у нас на достойном уровне. Очень хорошо, что не было травм. Может быть, еще соревнования были какие-то недоделки у детей. Было много падений, что как бы огорчает. Но в то же время это дети маленькие, которые только накатывают свою новую программу. Поэтому были такие ошибки. То есть, программа усилена более сложными элементами. И для того, чтобы ее выполнить, конечно, ее надо как можно чаще обкатывать на соревнованиях. Правда, при этом удручают результаты, которые показывают взрослые гимнастки. В этом году женская сборная Украины вообще не попала на Олимпийские игры. Причина, по мнению тренеров, в экономической ситуации в стране. Но тренеры уверены, что рано или поздно Украине удастся вернуть свои позиции в спортивной гимнастике. И нынешние соревнования должны этому помочь. Кира Думская, Александр Пугачев, Сергей Болдырев, Первый муниципальный.